Наша жизнь – железная дорога. Одна из самых важных транспортных систем государства соединяет разные города и населенные пункты, обеспечивает связь с другими странами. Чтобы структура работала без перебоев, приходится задействовать труд огромного количества людей. Машинисты, инженеры, мастера по ремонту, проводники, работники вокзалов. Перечислять можно долго. Дорога железная, а люди золотые. Радионатор, деканал «Слава», ловен, санкт-петербург, прыжок, прыжок, надежды, 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 надежды. В их работе самое важное – обеспечить безопасное движение поездов. Их рабочий день начинается с 8 утра до 20 вечера. Это дневная смена, начиная с 20 вечера до 8 утра. Среди них нет случайных людей. Работа идет налаженно. Коллектив у нас отличный, дружный. Сегодня белорусская железная дорога словно огромный живой организм. И работает он как часы благодаря четкому функционированию различных служб. А потому среди работников стальных магистралей нет случайных людей. Все они пришли в профессию по зову сердца, полюбили ее и остаются ей верны. Я выбрала Белорусский университет инженеров железнодорожного транспорта. После окончания работала 15 лет дежурной по станции «Березина». Затем 15 лет заместителем начальника станции по грузовой работе. И вот уже год как назначена начальником объединенной станции «Бабруйский». Свою историю праздник ведет с 19 века. В границах нынешнего Могилевского отделения Белорусской железной дороги движение поездов было открыто в 1873 году благодаря строительству и вводу в эксплуатацию участка Минск-Бабруйск казенной Лебаво-Роменской железной дороги, которая соединяла порты на Балтике с левобережной Украиной. Путь поддерживался в порядке силами артелей численностью 8 ремонтников во главе со старостой. Все делалось практически вручную. Помощи были лишь простейшие инструменты. В годы Великой Отечественной войны путевое хозяйство подверглось сильному разрушению. Послевоенное восстановление шло трудно, но активно. Материальное снабжение было недостаточным, но приходилось использовать внутренние резервы. Коллектив трудился с полной самоотдачей. По итогам четвертого квартала 1948 года на тот момент 12-я Березинская дистанция пути стала победителем всесоюзного соревнования предприятий железнодорожного транспорта. И сегодня сплоченный коллектив подразделений Бабруйского железного узла продолжает свою трудовую летопись. На сегодняшний день в составе Бабруйской дистанции пути обособлено структурного подразделения 11 колодков, 33 путевые бригады, обслуживающие участки Жлобина-Сиповичи, часть Международного транспортного коридора и Бабруй-Срабкор. Развернутая длина путей составляет 417 километров. Из них главных 264. В зоне ответственности 350 стрелочных переводов. Из них 120 на главных путях, 75 на прямой отправочных и прочих. В границах Бабруйской дистанции пути расположены 11 станций. Сегодня Бабруйская дистанция пути – это производственный участок, а также участки дефектоскопии, по эксплуатации и ремонту машин, механизмов и оборудования, по ремонту искусственных сооружений, по содержанию и уборке зданий и сооружений. Работа по смене шпал, железобетонных, деревянных, также брусьев на стрелке железобетонных и деревянных. Смена рельс. Приходится работать в любых условиях, то есть в дождь, в сильный, а также в большую жару, потому что надо обеспечить безопасность. Станция Бабруйск – структурное подразделение РУП Могилевское отделение Белорусской железной дороги. По объему проездной, грузовой и коммерческой работы, пассажирских и технических операций, а также сложности работы, станция Бабруйск Объединенная относится к первому классу. Станция Бабруйск – это большой слаженный коллектив, почти 150 человек, и чтобы все работало без проблем, должен выполнять технологический процесс. В общем, мы справляемся. Движение в Бабруйске напряженное. Для бобруйчан и гостей железная дорога – способ быстро добраться в столицу и соседние города. Люди активно пользуются поездами региональных линий, бизнес-класса, а также региональных эконом-класса. Основные направления продажи билетов по железнодорожному вокзалу станции Бабруйск осуществляются в направлении Минск и в направлении Гомель. Самые популярные маршруты наших пассажиров – это до станции Адлер, до станции Анапа. У нас также курсируют беспересадочные вагоны до станции Минеральные воды. Основной пассажиропоток, конечно, это в пригородном сообщении в направлении до Осиповичи и до станции Жлобина. Слаженные и дружные коллективы подразделений Бабруйского железнодорожного узла несут свою трудовую вахту и днем, и ночью. Ведь перед ними стоит важная задача – обеспечить своевременное и безопасное движение грузовых и пассажирских поездов. Плечом к плечу здесь трудятся молодежь и специалисты со стажем. Основная задача – прием, отправление пропуск грузовых пассажирских поездов, обеспечение безопасности движения, охрана труда, безопасность пассажиров. Управляю движением на нашей станции, с сигналами, светофорами, переводим стрелки, открываем сигналы. Для каждого из них железная дорога и поезда – больше, чем просто работа. Это их призвание и стихия. Дело, в котором они нашли себя, каждый день совершенствуются и растут. Здесь случайных людей не бывает, поэтому работа идет налаженно. Вот коллектив у нас отличный. Железная дорога – это постоянное движение изо дня в день, круглые сутки. Каждый из тех, кто когда-то пришел в эту профессию и прикипел к ней, всей душой не станет искать лучшего. Ведь для них лучшего нет. Мы обслуживаем 246 наших предприятий различной формы собственности, которые грузят свою продукцию, отгружают и на экспорт, и во внутренней республиканском сообщении, а также получают сырье для своего производства. И пропускаем поезда грузовые, пассажирские. Производим маневровую работу по подаче вагонов всем предприятиям на пути необщего пользования. Обслуживаем пассажиров. Сегодня, чтобы структура железных дорог работала без перебоев, приходится задействовать труд огромного количества людей. При этом по характеру работы их профессии сильно отличаются. Одни предполагают тяжелый физический труд. Другим нужна мгновенная реакция. 28 на 9 осаживается хозяйственный поезд. 28 на 9 хозяйственный поезд. Будьте осторожны. Третьим не обойтись без глубоких технических знаний. Но все они диспетчеры, инженеры, проводники, мастера по ремонту, составители поездов, виновники торжества. В их честь поздравления и здравиться. А если учесть, сколько человек ежедневно прибегает к услугам железнодорожного транспорта, то без всякого сомнения мы все имеем отношение к данному празднику. Спасибо вам за ваш очень нужный и нелегкий труд. На вас держится экономика страны. Пусть ваша жизнь будет ровной, спокойной, стабильной. Сегодня город на Березине по праву гордится своей богатой историей и славными традициями, заложенными многими поколениями. Важно отметить, что на железнодорожном транспорте всегда работали настоящие профессионалы своего дела, которые обеспечивали четкую и бесперебойную работу этой сложной системы. В любое время года, при любых погодных условиях, они несут свою нелегкую службу, проявляя высокий профессионализм, выдержку, верность своему делу. Хочу поблагодарить всех за успешную безаварийную работу, за профессионализм, терпение, пожелать всем крепкого здоровья, удачи, добра, мира и взаимопонимания всем работникам узла и дома, и на работе. Железнодорожник – это больше, чем профессия, это призвание. Во все времена стальные магистрали объединяли людей ответственных, мужественных и сильных духом. Тех, кто не боится трудностей и, вопреки всему, идет к намеченной цели. Именно их невероятное упорство и трудолюбие позволяют реализовать самые смелые и амбициозные проекты. Работа на стальных магистралях по праву считается ответственной и необходимой для государства работники отрасли грамотными и уважаемыми специалистами, патриотами Отечества. Виталий Гаврусев, Максим Калинин. Итоги недели.